Встреча в море Легкий бриз покачивал лодку, в которой спал сном праведника Автандил Степанович Сиракузов. Лодку вынесло в открытое море вчера, поздним вечером, когда Автандил Степанович, переваливший через борт, отдался на море Морфея. Ужиная в Рионе, Сиракузов встретил давнешних знакомых. Кахетинского и на Пасашок и Меретинского было выпито немало. Полузгнившая веревка, которую лодку привязали к пристани, не выдержала напора грузного тела, и плавучее средство, вместе с ничего не подозревающим мастером сапожных дел, отправилось на встречу судьбе. Автандил Степанович проснулся от слепящего солнца. В голове шумело, душево тоскливо, во рту ощущался очевидный привкус ослинных какашек. Он мрачно опередил безбрежную водную гладь и вдруг, резко, сразу до потери рассудка, испугался. Это что же? Смерть моя пришла. Здесь же даже весел нет. Он защипнул морской воды и умыл лицо. Вот так, наверное, аты выглядят. Боже, правильно, как пить хочется. Обычной воды из колодцев. Да хоть из лужи. А что мне такое наказание? Помер бы, как люди в своей кровати, чтобы жена причитала, а дети постные рожи корчили. Сиракузов с надеждой всмотрелся в горизонт. Вот, должен же здесь хоть кто-нибудь плавать. Пароходы или рыбаки, ведь не так далеко от Батума лодку отнесло. Автандил Степанович почесал небритую щеку. А если шторм начнется? Я человек сухопутный. Долго ли в воде подержусь? Перспектива умереть от жажды или просто утонуть не обрадовала. Сиракузов снял косоворотку, накрылся с головой и попытался забыться. Очнулся он от тени, заслонившей немилосердное солнце. Перед лодкой возвышался громадный, так, во всяком случае, показалось Автандилу Степановичу, корабль под косым парусом. Нос корабля украшала горгона медуза, а скал ее был свирепусом. Это не рыбаки, подумал Сиракузов. Но и не пираты. Какие, к черту, пираты в Черном море в конце 19 века? Сверху Автандилу Степановичу пристально разглядывал человек. Облазовый шлем из пышной золотистой грилы. Дикимор Жоткин назвали, сказал Сиракузов. Так приятно с вами встретиться. Задумался и добавил по-армянски. Он говорит, здесь Аргеля. Человек в шлеме нахмылся и не хоронил, не спал. Надеемся, не помню. Подумал Автандил Степанович. А турка тоже. Что за неведомый басурман? Человек взял в руку копье, замахнулся и направил его в сторону Сиракузова. Эй, дядя! Крикнул Сиракузов. От страха он вжался в скамейку. Ихбин, конечно, простой сапожник, но на выкуп денег на стыбу. Давай это, без кровопускания. Человек в шлеме, не опуская копье, заговорил. Говорил он долго, мудно и, главное, непонятно. Ни одного привычного слова Автандил Степанович не услышал. Наконец незнакомец угомонился. Казалка, прям на горизонт, и томно произнес. Медея! А, Медея Ивановна, обрадовавшись, крикнул Сиракузов. Ну что же вы сразу не сказали, знаком я с Медеей, в квартале от меня живет. Да и не я один, чего уж лукавит. С ней полбатума, я знакомая. Вот уж не думал, что у нашей толстушки такая неслыханная международная репутация. Человек в шлеме заинтересованно посмотрел на Автандила Степановича и бросил ему веревку. Забравшись на палубу, Сиракузов увидел с десятых здравяков, одетых зачем-то в бабские юбки. Это Сеус, великол сказал человек в шлеме и стукнул себя кулаком в грудь. Арго! Показал он из горюков корабль. Что-то я об этом слышал. Велькнула смутная мысль в голове Автандила Степановича. Ну, убей бог не помню, что именно. Медея, призывно повторил человек в шлеме. Ха, дорогу просят показать, догадался Сиракузов. Заблудились сердешные и выразительно пощелкал пальцами по щеке. Нет, братцы, сначала выпить, а то я жжу до берега. Сеус, понимающий, кивнул и поставил на деревянную чурбанку пшель на спину. Автандил Степанович отхлебнул. В душе сразу полегчало. И вдруг, как на духу, он вспомнил историю, которую заслушивался в детстве в церковно-прикоской школе. Проколхидскую царевну волшебницу Медею, которая сбежала с золотым вном, любившись в греческого героя Исона. Придела от него детей, а потом этих детей убила, когда и сон с ней расстался. Открывалась в Афина, где пыталась отравить царского наследника Дисея. Этого что ли? Гляну размышлял, он стандил Степанович. Похож, сукин сын. Повадки царские. Когда же наша Медея так начудить успела? В голове Сиракузова все окончательно перемешалось. Но ведь такая простая женщина, отсырчивая, и не подумаешь, что их... Они же ее убивать едут. Нет, ребята, так дело не пойдет. В прошлом году в нашем городе телефонную станцию открыли. А тут просто натурально вендета вырисовывается. Сиракузов поднялся на неверные ноги и возвестил. Опоздали, други. Умерла наша Медеюшка. Третьего дня похоронили. Лишь на комок землицы в могилку бросил. Взрывки в юбках стали вокруг Автандил Степановича и оголили кинжалом. Он точно, говорю, получил в глаза Сиракузов. Кырдык Медея Ивановне приключился. Полный и окончательный крандец наступил. Ну или как там у вас выражаются? Нету ее более на этом белом свете. С этими словами Автандил Степанович. В Афинах в честь возвращения героя Теселуса устроили недельный праздник. Царский наследник повсюду водил Сиракузова. Автандил Степанович выбивал чашу дармавого вина и профессионально исполнял речь про Кырдык Кырдык с глубоко уважаемым Медеей Ивановым. Свободные граждане с одобрением его выслушали и наливали полный килик. После окончания празднеств городской совет подарил Сиракузову хороший дом в апельсиновой роще и двух молодых рабынь. За неимением в Древней Греции сапог Автандил Степанович причиняет теперь Крепиде, но больше рассказывает о том времени, из которого прибыл. Пласят ему хорошо. Он очень доволен своей жизнью. К Ламиде, правда, так и не приучился. Дома, принимая слушателей, прикрывается полотенцем, а когда собирается в однорынок, заворачивается в широкую льняную пустыню. Слышал я, что пришивый босоногий Рапсот Бесаид повадился клянствовать в доме Сиракузова и сочинил об этих воззаяниях посторожную поэму. Но, к несчастью, она не сохранилась на наших дней. Что еще сказать? Иногда от скуки Автандил Степанович путешествует по чужим снам. Несколько раз он приснился юному семинаристу, которого называли просто Коба. Но так ярко и выкупло, что там было с улучения и улегся экспопляться чужой собственности. Наверное, тоже решил изменить время.